Здравствуйте! В ближайшие 40 минут наш взгляд на события минувших 7 дней. Меня зовут Ульяна Ашимова и в эфире МТРК наша итоговая программа. Смотрите сегодня в выпуске. Казахстан начинает третью модернизацию. Что нужно будет изменить и как? Строительный бум ждет страну и нашу область в частности. В ближайшие 15 лет полтора миллиона человек должны получить свои квадратные метры. В Петропавловске доступное жилье уже возводят. Кому оно достанется в первую очередь? Между тепловыми сетями и жителями Петропавловска взаимные претензии. Компромисс ищут во время отчета Акима областного центра. Что такое коммунальный рай по Петропавловске? Снега много, а значит будет много и воды. В городе готовятся к паводку и подсчитывают бюджет. Во сколько обойдется Петропавловску нынешний потоп? В понедельник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к гражданам страны через республиканские телеэфиры. Глава государства анонсировал новое послание. Программный документ на сей раз, вопреки привычному порядку, вышел в письменном виде. На следующий день отечественные СМИ опубликовали текст послания. Нурсултан Назарбаев объявил о начале третьей модернизации. Послание, как и всегда, было очень логичным. Шаги по модернизации Казахстана Нурсултан Назарбаев изложил по пунктам. Начиная со вторника текст изучают по всей стране, но первые поручения глава государства озвучил еще в понедельник в своем специальном заявлении. Поручается правительству разработать стратегический план развития до 2025 года по третьей модернизации страны под названием Национальная технологическая инициатива Казахстана, как ответ на вызовы современности. Правительству придется очень серьезно поработать в связи с этим. Задачи конкретно и большие, и новые. Для этого есть кадры, есть структура, есть министерства, ведомства, которые должны на себя принять и каждый на свое место обеспечить поставленные задачи. Все это сделает устойчивым экономический рост в долгосрочной перспективе. Модернизация означает обновление, переход на уровень выше, использование новых механизмов, которые отвечают требованиям времени. Когда старые станки уже не могут работать так эффективно, как требует рынок, их нужно менять, провести модернизацию. Это все справедливое в отношении государства в целом. В Казахстане так уже делали дважды. Сначала, когда 25 лет назад создавали независимую страну, в которой все должно было быть по-другому, а потом, когда строили новую столицу. Эта третья модернизация вновь предполагает кардинальные перемены. Зачем они понадобились? Конечно, внешние условия изменились, приходится соответствовать. Но это все-таки не какие-то пожарные меры. В послании есть фраза, которая дает основание полагать, что все это было задумано. Эта модернизация не план борьбы с текущими глобальными вызовами, а надежный мост в будущее, навстречу целям стратегии 2050. Она будет проводиться на базе плана нации «100 конкретных шагов». В общем, от выбранного курса Казахстан не отклоняется. Мы по-прежнему выполняем стратегию 2050. Существующий план нации – это тоже один из инструментов. И вот нынешнее послание – это, пожалуй, некая веха в процессе, точка отчета или даже импульс, чтобы все и граждане, и правительство, и парламент поняли, что в стране проводятся не просто пять институциональных реформ, а настоящая модернизация. И не просто поняли, но и выполнили поручения, которые глава государства в послании дал по каждому пункту. То есть нынешнее послание конкретизирует, и если в прежних документах было указано о необходимости модернизации разных сфер жизни казахстанцев, то в этом о том, как провести модернизацию. Приоритетов в этой работе, кстати, тоже пять. Первое – это модернизация экономики. Второе – улучшение бизнес-среды. Третье – макроэкономическая стабильность. Четвертое – человеческий капитал. И пятое – безопасность страны и ее граждан. Самый объемный первый раздел. И многие наверняка заметили, что это модернизированное послание все больше об экономике. Это и правда очевидно то, что стране нужны IT-технологии. Современные технопарки вроде Силиконовой долины нужно по-новому работать в наших традиционных отраслях экономики, повышать производительность труда, наращивать индустриализацию и экспортный потенциал, привлекать инвестиции, строить многое и по-современному, ну и, конечно, развивать агропромышленный комплекс. Вот на этом хочется становиться подробнее. Во-первых, потому что это во многом про нашу область. Ну а во-вторых, аграрный сектор – это большая надежда экономики Казахстана в целом. Вот даже цитата из послания. Не энергетика, не промышленность, не разработка недр и даже не строительство, а агропромышленный комплекс должен стать драйвером модернизированной экономики Казахстана. Это, кстати, весьма справедливо, и мы это наблюдаем на примере нашей области. Аграрный сектор – это не только поле и ферма, это заводы по изготовлению сельхозтехники, например, это научные институты и лаборатории, это предприятия по переработке сельхозпродукции, это логистика на экспорт и так далее. По многим позициям мы можем быть одними из крупнейших в мире производителей аграрной экспортной продукции, особенно по производству экологически чистых продуктов питания. Бренд Made in Kazakhstan должен стать эталоном такой продукции. Не случайно, именно по поводу развития агропромышленного комплекса у президента больше всего конкретных поручений правительству и Акимам, точнее их шесть. В самое ближайшее время нужно пересмотреть принципы выделения субсидий, создать условия для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств в кооперативы, повысить уровень переработки продукции, а также производительности труда, увеличить эффективность использования земли и больше инвестировать в аграрные научные исследования. Я считаю, что нововведения нам необходимы для нашей страны. Сейчас, чтобы быть конкурентоспособным на рынке, нужны новые технологии ведения бизнеса. Для этого я считаю, что наш президент делает все возможное, и как предприниматель я, естественно, буду поддерживать его. С нововведениями, я думаю, нам будет легче вести бизнес и за рубежом, как бы импорт, я думаю, что это все к лучшему. Мы, аграрии Казахстана, являемся, опять-таки, по словам президента Нурсултана Абишевича, драйвером экономики, и мы должны им стать. Для меня это не пустой звук, это для меня сегодня выйти на внешний рынок, как это мы делаем уже на протяжении многих лет. Сегодня лен и рапс, выращенные на площадях Николаевского сельского округа, продается в Европе. Не это ли как раз цели и задачи, поставленные Нурсултаном Абишевичем и выполняемые нами? Еще одна тема послания, которую стоит обсудить особо, это жилищное строительство. Здесь тоже президент сказал о необходимости трансферта в отрасль новейших технологий. Работа в этом направлении, судя даже по признанию самих строителей, непочатый край. Работая в 90-е годы в России, уже тогда наши соседи использовали 3D-проектирование. Сегодня, к сожалению, у нас в регионе только одна проектная компания пользуется этой технологией. Работы у строителей будет очевидно много. Третья модернизация Казахстана предполагает настоящий строительный бум. Полтора миллиона человек собираются обеспечить жильем за ближайшие 15 лет. Это целевые индикаторы новой программы Нурлэжер. У государства есть целый набор способов сделать жилье доступным для разных групп казахстанцев. Это, например, сократить затраты строителей и сделать готовые дома дешевле. Это просубсидировать людям ипотеку, развивать систему жилстройсбережений. Кстати, сейчас достаточно накопить лишь 30% от нужной суммы, чтобы получить квартиру. Строить арендное жилье для нуждающихся. А еще предоставить участки и инфраструктуру под коттеджные поселки. В Североказахстанской области по всем этим направлениям работают ударно. Например, первыми в республике сдали три дома для вкладчиков жилстройсбербанка по программе Нурлэжов. И еще семь на очереди. Начали строительство арендных домов, куда смогут заселиться люди, которым программы банков не по карману. Таких домов у нас давно не было. И вот сразу четыре в северной части города. Плюс к этому, два участка под индивидуальное строительство уже отвели. Там планируется около двух тысяч домов. И даже полуразрушенный микрорайон Орман собираются восстановить. На прошлой неделе там был Аким области. И теперь в отделе строительства городского Акимата готовятся проводить экспертизы на предмет того, как восстанавливать эти дома и во сколько это обойдется бюджету. Моя коллега Александра Солмина узнала все подробности. Больше 13 тысяч петропавловцев мечтают о собственном жилье. С каждым годом число очередников растет. Тех, кому тяжелее всего приобрести квадратные метры, в регионе свыше 4,5 тысяч. Это представители социально уязвимых слоев населения. Из них инвалидов первой и второй группы 883 человека. Семь лиц погибших при исполнении обязанностей 1 человек. Неполных семей 2841 семья. Уралманов 15 человек. Пенсионеров по возрасту 487 человек. Лица страдающих тяжелой формой заболевания 93 человека. Семь воспитывающих детей инвалидов 156 человек. И 96 человек это у нас входит в категорию семипалатинцев, чернопольцев. На помощь приходит государство. На таких клиентов ориентировано одно из направлений новой программы Нарлужер. Ее разработали в прошлом году, чтобы жилье для казахстанцев сделать еще доступнее. Строительство жилья в данном направлении будет осуществляться местным исполнительным органом, то есть Акимата города Петропавловска или районов области. Финансирование предусмотрено за счет средств республиканского и местного бюджетов. При этом построенное аренное жилье без права выкупа будет предоставляться в порядке очередности, опять же, определенной в соответствии с действующим законодательством о жилищных отношениях. Общая площадь такого жилья будет составлять, площадь одной квартиры будет составлять не более 65 квадратных метров. Работа уже ведется. По улице Жукова строятся 4 дома. Это 400 квартир, говорит Владислав Лукин. Кроме того, Нарлужер требует особого внимания к развитию индивидуального строительства. Наш регион к новому шагу готов. В поселке Солнечном выделили 200 участков для застройки, причем там вырастут дома в едином стиле. Это одна из особенностей программы. По ее условиям для работы определяют одного подрядчика. Квадратный метр вкладчикам обойдется не больше 120 тысяч тенге. Оператором выступит Жилстройсбербанк, который успешно справляется с реализацией и других госпрограмм. К примеру, Нарлужол. Она была рассчитана на кризисный период. По Нарлужол предоставлено нам 3 миллиарда 399 миллионов тенге. На эти средства было начато строительство в прошлом году 10 домов. В прошлом году три из них реализованы. В планах на 2017 год это 7 домов на 603 квартиры. В классическом варианте кредитования по линии Жилстройсбербанка 50% должен вкладчик накопить для того, чтобы прокредитоваться. Но для участия в государственных программах достаточно 30%. При этом ставка кредитования тоже является льготной, составляет 5%. Еще один плюс – бесплатное оформление договора. В области за 5 лет по госпрограммам ввели в эксплуатацию 20 домов. Почти 1200 семей получили квартиры. Но вернемся к тезисам послания. Сразу пять поручений сформулировал президент для того, чтобы улучшить бизнес-среду в стране. Это, кстати, второй приоритет модернизации. Цель – довести вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%. Для того нужно создать предпринимателям возможность расти и развиваться. Стоит сказать, что о необходимости поддержки бизнеса говорится уже давно. Да и делается немало. Государственные кредитные программы, работа над снижением административных барьеров и многое другое. Сам факт существования Палаты предпринимателей и ее высокий статус говорит о многом. Но объем казахстанского малого и среднего бизнеса пока еще недостаточно велик. Так что деятельность по поддержке бизнеса, как финансовая, так и не финансовая, должна быть продолжена. Итак, какие задачи стоят сейчас? Развивать массовое предпринимательство. Это, конечно, за счет недорогих микрокредитов, которые будут доступны и в городе, и в селе. Нужно снизить издержки бизнеса. Речь идет в первую очередь о стоимости услуг в энергетике, транспорте, логистике и ЖКХ. Ну и о том, чтобы еще больше упростить отношения государства и бизнеса. Все, что возможно, нужно передать в конкурентную среду. Это означает продолжение приватизации, пересмотр роли государственных холдингов, развивать ГЧП. Хороший пример детские сады. Сейчас успешные проекты в модернизации объектов ЖКХ. Провести ревизию законов, чтобы выявить нормы, препятствующие конкуренции. Предприниматели нашего региона заинтересованы в том, чтобы бизнес-среда непосредственно улучшалась. Сейчас снижались затраты предпринимателей, непроизводственные расходы, которые влияют в целом на экономику бизнеса. И реализация тех задач, которые поставлены в послании текущего года, она послужит для развития бизнеса в целом и особенности малого и среднего предпринимательства нашего региона. Послание о модернизации Казахстана с явным экономическим уклоном. В третьем приоритете президент говорит о сокращении инфляции, развитии фондового рынка, о налогово-бюджетной политике, перезагрузке всего финансового сектора. А еще о том, что нужно очень внимательно проверить эффективность расходования бюджетных средств. Особенно в министерствах образования, здравоохранения и труда соцзащиты. Последние два, кстати, недавно снова разделились и теперь это отдельные министерства с отдельными бюджетами. И этими ведомствами сейчас осваивается до 40% всего бюджета республики. Мало того, что проверят, как в образовании, здравоохранении и соцзащиты осваивают государственные деньги, финансирование в этих сферах изменится кардинально. И это произойдет уже совсем скоро. Одна система медстрахования чего только стоит. С 1 июля этого года она заработает солидарную ответственность. За здоровье людей будут нести государства, работодатели и сами граждане. Медики ждут, что это позволит увеличить финансирование отрасли. Что мы ждем от этой системы, прежде всего руководителей медицинских учреждений? Конечно, увеличение финансирования. На сегодняшний день финансирование здравоохранения составляет примерно 3,5% от вала внутреннего продукта. Это очень немного. Для сравнения, развитые страны тратят на медицину от 8% и более. С увеличением тарифа, увеличением финансирования, соответственно, конечно, мы увеличим качество медицинских услуг. Путем приобретения нового оборудования, путем приобретения более дорогостоящих и более эффективных медикаментов, путем увеличения заработной платы медицинских персоналов. Ну и главная социальная новость. Начисление базовой пенсии будет проводиться по-новому. Ее размер будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе. Таким образом, в 1,8 раза увеличится базовая пенсия по сравнению с 2017 годом. И еще глава государства дал поручение пересмотреть прожиточный минимум. Он должен соответствовать реальным потребительским расходам казахстанцев. Это позволит с 1 января 2018 года повысить для 3 миллионов человек размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи и пособий для воспитывающих детей-инвалидов. Всю эту неделю по всей стране активно обсуждают послания. В Североказахстанскую область с разъяснениями прибыли депутаты Мужилиса парламента. В эти дни они встречаются с петропавловцами и жителями районов области. А в среду в главном зале региона собрались около 500 человек. Послания на следующий день после его публикации детально рассмотрели на собрании актива во главе с Акимом области. Как в нашем регионе будут вести модернизацию в материале Александра Солминой. Пять ключевых направлений помогут провести модернизацию страны. Первый приоритет – ускоренное технологическое преобразование экономики, онлайн-торговля, мобильный банкинг. Североказахстанские предприятия к этому готовы и уже делают успехи, отмечает глава региона. На наших заводах продолжают осваиваться новые инновационные продукции. Так, заводом имени Кирова освоен выпуск печатных плат пятого класса точности. Планов предприятия – освоение выпуска 3D-принтера с собственным программным обеспечением образовательных учреждений. Опытный образец планируется выпустить уже в марте текущего года. Развитие IT-сферы мы должны держать на особом контроле. Необходимо развивать научный, инновационный потенциал на базе нашего североказахстанского государственного университета имени Монаша Кузыбаева. Представители промышленного комплекса области внимательно изучили все намеченные главой государства планы. Ельбасы делает акцент на технологическое перевооружение базовых отраслей и развитие их экспортного потенциала. Нам удалось в прошлом году на экспорт изготовить продукцию на порядка 57 миллионов тенге. И в этом году в текущем мы сейчас ставим планку набрать 120 миллионов. Новым драйвером экономики должен стать аграрный сектор. Земли нужно использовать эффективнее, говорит президент. В нашем регионе в этом году на 39% увеличат посевные площади масличных и больше, чем вдвое зернобобовых. Большое и перспективное будущее за сельским хозяйством, говорит генеральный директор одного из крупнейших агроформирований Геннадий Зенченко. Но для этого нужно увеличить число предприятий и создавать кооперативы. За пять лет в регионе объединят порядка 30 тысяч домашних хозяйств. Необходимо рассмотреть принципы выделения субсидий. На примере нашего командирного товарищества в 2016 году хозяйство получило государственную поддержку в виде субсидий около 1 миллиарда тенге. Это субсидии и по животноводству и по полеводству. Сельхоз товаропроизводители призывают своих коллег развивать животноводство. Это поможет значительно увеличить производительность труда. В среднем она составляет чуть больше полутора миллионов тенгена человека. В командирном товариществе Мамбетов и Кана до этим уже работают. Это, конечно, можно достичь только за счет применения современных технологий и использования высокопроизводительной техники. И, конечно, диверсификация, развитие животноводства. В прошлом году иностранные инвесторы вложили в наш регион больше 8 миллиардов тенге. В новом послании президент ставит задачу увеличить показатели. А для этого необходимо создание новой логистической инфраструктуры. Здесь у нашего региона большие перспективы, отмечает Ерик Султанов, как и в расширении минерально-сырьевой базы. Уже сегодня австралийская компания «Илюка Ресторс», являясь лидером мирового рынка по производству цирконом, территорию области проводит разведку недр. В случае положительных результатов компания намерена построить крупное производство по обогащению цирконевых руд. В нашей области крупнейшим проектом по выпуску металлического олова не только в Казахстане, но и в Центральной Азии является месторождение «Сарамбет» в Айртавском районе. Устранение барьеров для малого и среднего бизнеса и развитие государственно-частного партнерства. Эти шаги сыграют большую роль в становлении предпринимательства и экономики в целом, считает директор стройкомпании «Титан Север» Гарик Берницян. Моя компания «Титан Север» построила однотиповой детский сад на 280 мест, где получили новые рабочие места 97 человек. И сейчас строим три детские сада, куда пойдут 370 самых маленьких граждан областного центра. Будут создано более 150 новых рабочих мест, вкладывая свои инвестиции в развитие дошкольного образования нашей области. Мы получаем большую государственную поддержку. Особое внимание в своем послании глава государства уделил улучшению благосостояния народа. В нынешнем послании Ельбасы говорится о предстоящей пенсионной реформе. Повышение пенсии – это счастье жить с уверенностью в завтрашнем дне. Обеспечение жильем, создание новых рабочих мест, резервы для реализации задач главы государства в нашем регионе есть. Необходимо только приложить усилия, считают представители актива области. Кроме послания, в казахстанском обществе сейчас ведется обсуждение еще одного принципиального документа – проекта закона о внесении изменений в Конституцию. На прошлой неделе Нурсултан Азарбаев выступил с предложением о перераспределении властных полномочий между президентом, парламентом и правительством. Глава государства предложил наделить Кабмины депутатов большим числом полномочий. Вопрос об этом вынесен на всеобщее обсуждение, а в администрации президента собирают мнения и предложения со всей страны. Об этом же говорили и депутаты парламента на своих встречах со избирателями. Вопросы очень серьезные, потому что встреча с Северокосстанским государственным университетом показала, что есть вопросы, есть предложения по этой части. Это очень меня удовлетворяет, потому что люди не безразличны к изменениям Конституции по разделению властных функций в нашей стране. И большая ответственность, конечно же, для парламента страны. Нам буквально более 20, наверное, будет законов, буквально придут в ближайшее время в этой связи до конца сессии. Вопросы и предложения депутаты сейчас собирают, но в большинстве своем граждане республики инициативу президента поддерживают. Без каких-либо дополнений. Вопросы образования, здравоохранения. Но ведь это ненормально, когда в городе или в районе нет городского отдела или районного отдела здравоохранения. И мы не можем повлиять на состояние здравоохранения на местах. Очень долго не в городе, ну в частности в городе не было местного налогового комитета. Мы только несколько лет назад добились создания управления государственных доходов. И недаром все исследователи, практики, теоретики право пишут о том, что дальнейшая децентрализация, то есть передача полномочий на места, это вопрос о демократизации общества. О том, насколько наша страна является демократичной, насколько она является развитой. Насколько сами граждане местного сообщества участвуют в решении своих же собственных проблем. Президент, на мой взгляд, он решил поделиться не только властью, как это говорят, но и ответственностью. Президент и парламент станут двумя равносильными центрами власти. Я согласен с такими преобразованиями. Считаю, что усиление роли парламента – это толчок к развитию нашего государства. Члены палаты и правительства будут ответственнее относиться к своей работе. Кроме того, будут тесно взаимодействовать между собой. Решения, которые они будут принимать, станут еще эффективнее и ближе к народу. Изменения пойдут нашей стране только на пользу. Заместитель Акима Козелжарского района Тлиубай Езжанов проанализировал специальное обращение президента страны. Выделил семь политических аспектов и четыре правовых. По его мнению, деятельность главы государства перегружена организационными и контрольными функциями в социально-экономической сфере. Данные функции более характерны для исполнительной власти. К примеру, регулированные вопросы в сфере финансов, государственного имущества, предпринимательской деятельности и так далее. Такая ситуация была обусловлена периодом становления независимости, когда глава государства вынужден был брать на себя не только стратегические, но и оперативные вопросы. Новая реформа однозначно положительно должна повлиять на углубление демократизации в стране. Поскольку у нас мажористмены и все представители парламента являются представителями народа, то, соответственно, люди, которые принимают законы, выдвигают их на рассмотрение, они будут нести ответственность. Это, по сути, является ответственностью народа. Для нас, народа, наступает ответственный, важный момент, этап, когда победившая партия на парламентских выборах будет решать образом влиять на формирование правительства. Президент идет навстречу всей стране и говорит о том, что давайте отвечать всем обществу за наше настоящее, за наше будущее. И те полномочия, которые он отдает, так уже было сказано, около 40 различных полномочий, которые он отдает правительству и парламенту, это именно те шаги, которые говорят, что да, государство и общество должны вместе строить сильно демократические и экономические развития Казахстана. Получается, сейчас в Казахстане параллельно будут идти два процесса – перераспределение властных полномочий и модернизация остальных сфер нашей жизни – экономики и финансов, социальной сферы безопасности. Разрабатывать и выполнять масштабные госпрограммы Казахстану не впервой, но никогда прежде ответственность за результаты этой работы не была так четко распределена между президентом, парламентом и правительством. Продолжаем программу к другим темам. На этой неделе много говорили о коммунальных проблемах Петропавловска. Отчетные встречи с населением начал Аким областного центра Марат Тасмаганбетов. В эту семидневку состоялось две, а всего их будет пять, как обычно. Каждая отчетная компания похожа одна на другую, в этот раз тоже больше всего вопросов коммунальщикам, поэтому на отчеты городского Акима в обязательном порядке приходят начальники тепловых сетей, Казалжар, СУС, Крека, Аварийной службы. Что интересно, на каждый возмущенный вопрос руководители этих предприятий с готовностью отвечают, приглашают на приемы и даже обещают приехать и осмотреть проблемные участки лично. Почему такого диалога не получается без посредника в лице Акима города, непонятно. Но если это помогает людям оперативно решить свои вопросы или еще лучше разобраться с давними проблемами, то встречи в присутствии Акима уже полезны. Так вот, в понедельник на самом первом отчете Марата Тасмаганбетова перед жителями северной части города в топе оказались претензии к предприятию тепловые сети. Люди жаловались на холод в квартирах и домах, на сложности подключения к теплоснабжению, а уже в среду в городском Акимате состоялось совещание, где все эти проблемы подробно изучили. И на следующий день, когда глава Петропавловска встречался с жителями в Казахском театре, Марата Тасмаганбетов заявил, что в двух из 12 домов тепловики свои недочеты устранили, а вот в остальных вина самих жильцов. Мол, недостаточно хорошо, люди были готовы к отопительному сезону. В общем, у энергетиков к Петропавловсам тоже есть претензии. Например, Петропавловские тепловые сети призывают горожан отказаться от металлопластиковых труб. В этом отопительном сезоне они стали причиной серьезных аварий уже в трех домах. Здесь, например, трубы поменяли пять лет назад, но уже сейчас система отопления в предаварийном состоянии. Не в лучшем виде и стояки подачи горячей воды. Металлопластик не только не выдерживает высоких температур и давления, но он еще не приспособлен к нашим морозам. Проблемы возникают не только в подвалах, но и в квартирах. Собственники, они сами ставят себе пластик, поэтому КСК туда, по идее, в квартиру даже заходить не может. Но когда случается, что у них нет тепла, они зовут нас, мы приходим. Говорим, ну у вас же пластик, мы же вас предупреждали. Во многих домах по городу швы между перекрытиями не заделаны. Еще мы ставим пластик, мы просто в своих квартирах забираем тепло. Металлические трубы стоят в два раза дороже, но энергетики просят не экономить на таких важных вещах. В городе Петропавловск есть жилые дома, новые постройки, в которых система внутреннего теплоснабжения пластиковая. Это дома на бензострое есть такие. Это дома по юбилейной, там полностью пластик. Но эти дома имеют систему автоматического регулирования, что по нормативным документам допускается. Энергетики грозят, что в следующем году не выдадут паспорта готовности тем домам, где металлопластиковые трубы в результате аварии ущерб несут не только сами потребители, но и монополисты. В общем, несмотря на то, что зима и отопительный сезон в самом разгаре, в Петропавловске еще очень много вопросов по этому поводу. А диалогия на горячую тему. Репортаж Ксения Куценко. В зале нет свободных мест. На отчетную встречу Акима Петропавловска пришли жители поселков Баркинова, Павловки, Солнечного, Кирпичного, микрорайона Юбилейный, а также горожане, чьи дома расположены в границах улиц Жукова-Мусрепова. Градоначальник отчитывается о проделанной за год работе. В докладе кратко о каждой сфере. Развивается бизнес. В рамках ДКБ петропавловцы получили одобрение на реализацию больше 110 проектов. Строится и ремонтируется жилье. В городе 1051 многоэтажка. Большинству из них четверть века. Чтобы привести их в порядок, в стране работает программа модернизация ЖКХ. В прошлом году в проекте участвовали 7 многоэтажных домов. Модернизация ЖКХ. Мира 290, там крышу делали тоже. Спасибо, сделали. Деньги хорошие нам выделили. И спортивная площадка очень хорошая, современная. Ремонтные работы в 2016-м коснулись не только домов, но и социальных объектов. В частности, школ. На эти цели было выделено почти 300 миллионов тенге. Было выделено у нас 17 миллионов 700 тысяч тенге. Это на замену и проведение капитального ремонта здания нашей школы. Данная работа проведена в срок и сегодня освещение у нас в исправном состоянии, 100%. 680 петропавловских малышей в 2016-м смогли пойти в детский сад, а больше 2000 человек нашли работу благодаря Дорожной карте занятости 2020. Сегодня один из актуальных вопросов – вывоз снега. Объем вывезенного снега составил 460 тысяч кубометров снега. В среднем объем вывезенного снега в детстве составляет около 4-5 тысяч кубометров. Учитывая последствия весеннего паводка 2016 года, среди его правительства были выделены средства суммы 598 миллионов тенге для проведения реконструкции ограждающей дамбы в поселке Горзавод. А также на ремонт дороги в поселке Заречный протяженностью 3,7 километра. Эта встреча – возможность для горожан озвучить свои проблемы. В прошлом году таким шансом воспользовались больше 40 человек. Все предложения и замечания были проработаны, отмечает городоначальник. Но сегодня у петропавловцев новые просьбы. Я 20-го микрорайона, улица Кризатова, частный сектор. 10 лет живем, никакой цивилизации у нас нет. Ни света, ни дороги, ни зимой, ни летом. О плохих дорогах вопрос сегодня поднимался не раз. Ремонт будет, обещает глава города. В рамках среднего ремонта выделены средства на средний ремонт улицы Валиханова от улицы Мусрепова до Хименко. Где-то протяженность его будет составлять 1,8 километра. Поэтому данный вид работы в этом году будет выполнен. Значит, то, что касается поселка Солнечный по учебеночному покрытию, данная работа в этом году будет продолжена. По-прежнему остаются нерешенными проблемы благоустройства некоторых дворов, аварийные деревья, ливневки, работа городских маршрутов и коммунальщиков-монополистов. Чтобы высказать свое недовольство петропавловским теплосетям, люди выстраивались в очередь. У нас пятый этаж. И если после автомобилки и счетчиков у нас было тепло, то сейчас у нас полезла плесень. Сделать капитальный ремонт. Плесень везде. Это говорит о чем? И говорит о чем? О том, что не хватает тепла. Счетчик на нос стоит? Да. А там что-то? Не написано, только я. Каждую проблему нужно детально проанализировать, поручил Марат Тасмаганбетов. Вопросы к городоначальнику поступали как письменно, так и устно. В регламент встречи не уложились. Диалог затянулся больше, чем на два часа. Всего петропавловцы озвучили 90 замечаний и предложений. Еще одна очень актуальная сегодня коммунальная проблема – уборка снега. К чести городского Акимата претензий к качеству этой работы на сей раз гораздо меньше. В этом сезоне снег в Петропавловске убирают неплохо. Это и понятно, все-таки очистка улиц от зимних осадков на сегодняшний день – самая действенная мера борьбы с паводком. Он в прошлом году доставил немало неприятностей, а в этом снега тоже больше нормы. На помощь Горакимату приходят даже органы внутренних дел. Сотрудники административной полиции и местной полицейской службы сейчас усердно патрулируют Петропавловск и следят за тем, как коммунальщики и сами жители города убирают снег. Оштрафовали уже шесть предприятий за повреждение дорог, загрязнение дорожного покрытия и невыполнение требований по производству работ на дорогах привлечено к ответственности 153 человека. Стражи порядка призывают горожан ответственно относиться к уборке снега, чтобы не допустить подтопления жилых районов. За некачественную уборку привлечены к административной ответственности по статье 631 Административного кодекса Республики Казахстан 6 организаций. Уведомлены 289 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Хотел бы обратиться к владельцам личного автотранспорта, не оставлять свой личный автотранспорт на проезжей части, так как это мешает механической очистке улиц города. Но, судя по всему, паводков в Петропавловске не избежать. Воды прогнозируют меньше в районе Кожзавода. Там прошлым летом построили дамбу, а вот Заречный будет отрезан от города наверняка. Многочисленные дома в низине частного сектора могут затопить талые воды, которой уйти будет некуда. Система ливневой канализации в Петропавловске далеко не везде работает хорошо. На этой неделе в городском Акимате посчитали бюджет на будущие противопаводковые мероприятия и решали, что делать сейчас, когда город еще не начал таять. Все подробности у Александра Солминой. Высота снежного покрова в Петропавловске уже 43 сантиметра. Это на 15 больше, чем в 2016. Уровень воды на Сергеевском водохранилище выше прошлогоднего уже на 17 сантиметров. И это не предел, отмечают специалисты Казгидромета. В марте осадков будет больше нормы, поэтому наступление тепла в городе ждутся пасения. Готовиться к паводку начинают заранее. Создали штаб и утвердили план действий. На зимнее содержание улиц города в текущем году выделено 270 миллионов тенге. В том числе на вывоз снега 160 миллионов, на механизированную очистку 95 миллионов, на содержание снежных свалок 10 миллионов. На сегодняшний день с улиц города вывезено снега 475 тысяч кубических метров. За аналогичный период прошлого года объем вывезено снега составлял 316 тысяч. За уборку снега отвечают предприятия СУ-808. Работают 11 бригад, 6 днем, остальные ночью. Весной в основном не просто приходится жителям частного сектора окраины, может подтопить, а в этом году особенно. Значит нужно усилить работу, отмечая таким городом. Проводятся отдельные конкурсные процедуры, которые будут направлены на вывоз снега именно в рамках противопаводковых мероприятий. Ориентировочно этот показатель составляет порядка 120 тысяч кубометров снега дополнительно, который мы должны вывезти с окраин по просьбам города. Поэтому я просил бы обратить на это внимание и уже начиная с этой недели в ежедневном графике вывозки снега, вывоз снега от с окраин в рамках этих мероприятий должен уже осуществляться. Но и самим сложа руки сидеть нельзя, говорят участники встречи. Хозяев частных домов тоже призывают вывозить снег из своих дворов. Проводится профилактическая работа с жителями. Обход подворный, каждый подвержен палатку. Далее будет проводиться на специальном машине оповещение, агитационная работа, конкретно разъяснительная работа с теми людьми, которые возможно будут попадать в зону подтопления. Кожзавод дамбу построили, насколько вы знаете. И за речным будет выставляться машина повышенной проходимостью, как каждый год выставляем для подвоза продуктов. В районе Кожзавода угроза подтопления теперь минимальная. Да и на помощь чесники смогут прийти в любую минуту. На готове у них 13 единиц спецтехники и 6 бригад. Это порядка 80 человек. Рассказали о ситуации представители очистных сооружений. На предприятии есть запас инертных материалов. Сейчас очищают открытые ливневки и ремонтируют технику, которая будет задействована в противопаводковой работе. Проводят необходимую работу на предприятии Козлжарсу. Готовятся к паводку и дачники. Для горожан, которым подтопление не миновать, оборудуют пункты эвакуации. В 12, 13, 14 школах и в центре юношества в поселке Заречном. На противопаводковые мероприятия в этом году из городской казны выделили 13,5 миллионов тенге. Таков информационный портрет этой недели глазами журналистов МТРК. Мы продолжаем находить для вас самые интересные и самые важные новости, чтобы каждый день держать в курсе. А 7 дней спустя подвести итоги. Оставайтесь с нами. Новости будут. И пусть больше будет хороших. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова